Добрый вечер! Разговоров о ней все меньше не становится. Более того, она всегда появляется незаметно и в самый неподходящий момент. Ну а осень и вовсе считается ее королевской порой. Это, друзья, я говорю о депрессии. И вы знаете, сколько они сказано, разговоров, как я уже сказал, меньше не становится. И сколько это явление существует, столько мы, люди, пытаемся найти какие-то все новые и новые способы борьбы с ней. Так что сегодня вновь будем обращаться к этому явлению, к осенней депрессии. И я уверен, что под конец сегодняшней программы, буквально через 60 минут, как минимум один верный способ борьбы с ней мы еще с вами найдем. Ну и, конечно, вопрос сегодняшнего вечера образовался сам собой. А как вы боретесь с осенней депрессией? Телефон прямого эфира 342243. Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну и наш вайбер также готов уже услышать ваши вопросы, сообщения, комментарии, пожелания. Его номер вы постоянно сможете видеть на ваших экранах. Осенняя депрессия – явление, от которого совершенно никто не застрахован. И врачи, то и дело предлагают различные способы лечения, каждый год все новые, признав депрессию серьезным заболеванием. Но так ли все страшно на самом деле? Признаюсь честно, что меня иногда такие настроения тоже посещают, так как я живой человек. Что я делаю? Я стараюсь окружить себя позитивом и хорошим настроением, но так же буду поступать и сегодня, несмотря на то, что настроение у меня, несмотря на осень, великолепное. Ну а в гости ко мне придут люди, которые знают толк и в позитиве, и в хорошем настроении. Более того, многие из них ежедневно дарят его другим людям, которые в этом нуждаются сами. И первой, друзья, я хочу пригласить в гости девушку, вот без, ну, скажу честно, ее энергией можно отапливать малые города. Она участница многочисленных юмористических проектов, прекрасная ведущая, скажу честно, светская львица и просто красавица Марина Влади. Сегодня у меня в гостях, давайте встречать ее аплодисментами. Мариночка! Привет! Привет, моя красавица! Приехала быстренько со столицы, рад тебя видеть, что нашла свободное время заклянуть к нам этим добрым вечером. Ну, собственно говоря, ты слышал, для чего я тебя позвал, о чем мы сегодня будем разговаривать. Вот, признайся, тебе знакомо такое состояние, как депрессия? Ну, мне кажется, что оно знакомо каждому человеку. И тебе тоже? Ну, мне тоже, но я ее очень быстро умею переключить, и оно поэтому мне не сильно близко, это состояние. Ты знаешь, наверное, это нужно обладать особым талантом, чтобы, знаешь, с легкостью сказать, я умею быстро его переключить, это как? Рассказывай детали. Вот с этого момента, как говорится, подробнее. По подробнее, да? Я считаю, что самое главное, самое главное, улыбаться. Всегда, даже когда не хочется улыбаться, все равно нужно заставлять свой рот улыбаться. Вот, знаешь, есть такой психологический аутотренинг, многие психологи это советуют, поднялся с утра, несмотря на плохое настроение, подойди к зеркалу. Улыбни себе. Ты тоже так делаешь? Конечно. Да у меня просто еще рот большой, а у меня зубы большие, поэтому, как бы, я всегда улыбаюсь, потому что я не могу с сомкнутым ртом ходить. Как бы, многие считают, что я болею чем-то, но на самом деле, просто у меня улыбка, у меня вот это изнутри прет, я ничего не могу с этим сделать. Я стараюсь дарить людям улыбку, и в ответ очень часто получаю взаимную улыбку. От этого я еще больше заряжаюсь и знаю, что заряжаю людей, а не заряжают еще кого-то. И так идет цепочечка такая. То есть хорошее настроение от Марины Влади, оно имеет в хорошем смысле слова вирусный характер. Да, это я. Зрители могут любоваться тобой, его сейчас прямо у нас на экране. Где вы ввели эти фотографии? Я признаюсь честно, я периодически, я подписчик твоих в социальных сетях, и в Инстаграм, и в каких-то других, поэтому я слежу за твоей жизнью, за твоими перемещениями, за твоими удачами и изменениями. Вопрос достаточно серьезный, но, знаешь, пользуясь случаем, хочу его задать. Вот что может послужить у тебя причиной появления депрессии? Вот ты говоришь, что периодически появляется... Что может послужить... Какие-то неудачи, мне кажется, проблем, может, в личной жизни, либо на работе. Но все решаемо. Я считаю, все решаемо. Что не касается здоровья, там, семьи, все остальное решаемо, все остальное вообще ерунда, а не проблема. То есть это можно решить одной улыбкой возле зеркала? Да. Кроме улыбки, если их называть так антидепрессанты, это что, хорошее? Музыка. Это может быть все, что угодно. Это может быть музыка. Это может быть вкусная еда. Это могут быть, конечно же, самое главное, друзья, родители, семья. Я вчера с бабушками со своими гуляла. И столько счастья... Они, наверное, не были настолько счастливы, насколько была счастлива я, что они улыбались, хохотали и обсуждали лук-сивок, понимаешь? Гуляя со мной по парку, и это очень круто. И мне кажется, это очень важно для людей. Иметь семью, иметь окружение, иметь вкус к жизни. И от всего получать позитив, от всего получать радость. Она везде. Счастье везде, просто нужно его рассматривать. Ну, ты понимаешь, вот я бы тебя назвал улыбающимся философом, потому что вот счастье везде, нужно как-то уметь его рассматривать. У меня, признаюсь честно, получается, это не всегда. Как рассмотреть? Можешь дать какие-то практические советы? Как рассмотреть счастье? Ну, смотри, ты счастлив, что ты живешь? Я счастлив, что ты у меня в гостях. Вот, радуйся. Ты счастлив, что ты здоров, что у тебя есть руки, ноги, ты можешь ходить. Безусловно. Это счастье. Ты счастлив, потому что у тебя есть что поесть. Класс. Твои родные, близкие, здоровые, живые. Это счастье. Вот хотя бы с этого начать, я считаю, что нужно всем людям с этого начинать и ценить то, что ты имеешь. Да, круто идти вперед, развиваться и так далее, но сохранить и радоваться тому, что ты имеешь, это, мне кажется, очень важно, особенно для наших людей, когда у нас там какая-то тяжелая ситуация, финансовая какая-то, может быть, в семьях проблемы. И вот радоваться мелочам нужно уметь, я считаю. Я это учу всю свою семью, они меня сейчас смотрят, куда мне говорить, я каждый раз говорю своей маме, и я знаю, что этим я заряжаю свою семью тоже. Вот я хотел у тебя сейчас спросить, твоя миссия, по большому-то счету, заряжать людей позитивом. Но, как мы знаем, все люди разные. Всегда ли это получаете? Нет, не всегда. Или бывают такие непробиваемые? Бывает. В состоянии постоянной депрессии, перманентной? Бывает. Не люблю таких людей. Я с ними не общаюсь. Вот я огородила, отгородилась, и я не подпускаю в свою жизнь таких людей, которые во всем ищут негатив, во всем ищут плохие только стороны. Мне очень тяжело с такими людьми. Они меня считают, может быть, немножко сумасшедшей. Я могу с сарказмом относиться к таким людям, но они меня не окружают. Я не общаюсь с такими людьми. И всем советую не общаться с негативщиками. Хорошо, но общаться все-таки придется. Я уверен, что сегодня к нам люди будут звонить только позитивно, либо за советом, как избавиться от осенней депрессии. У нас есть телефонный звонок, давай его послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут, откуда вы звоните? Меня зовут Максим, я звоню из города Гомеля. Здравствуйте, Максим, слушаю вас. Здравствуйте, Максим. Здрасте. Максим, вы в эфире говорите. Я хотел бы пообщаться с вами по поводу осенней депрессии. У меня есть несколько советов, как я борюсь с этой депрессией. А, то есть вас она тоже одолевает периодически? Я слушаю хорошую музыку и занимаюсь спортом, поэтому у меня нет времени грустить. Кстати, очень даже дельный совет. Марина, музыку слушаешь от депрессии? Всегда. Максим, спасибо вам большое за ваш звонок. Музыка, спорт, это... Это, ну, музыку слушаю. Я вот сейчас, знаешь, что выбрала вместо спорта? Танцы. И я хожу на танцы. Ты знаешь, я с тобой полностью согласен, потому что танцы иногда могут быть похлеще любой силовой нагрузки в том же тренажерном языке. Мне намного веселее. Музыка, динамика, компания, девчонки, хохотушки. Отлично. Вот я советую, если скучно ходить в зал, как это скучно мне делать, ходите на танцы. А салоны красоты в борьбе с депрессией, хандрой, плохим настроением? Я же девочка. Все девочки и женщины, девочки всех возрастов любят быть красивыми. Открою тебе большой секрет, мальчики, тоже не просят ходить в салон красоты? Я хочу пригласить к нашему разговору гостей, которые расскажут, как бороться с депрессией, подскажут еще некоторые способы. Друзья, давайте встречать их аплодисментами. У нас сегодня в гостях представители медицинского центра Сальфирина. Андрей Николаевич Захаренков, директор. Виктория Викторовна Тарасенко, косметик. Здравствуйте, проходите. И Дмитрий Гарьевич Ёлкин, мастер тату. Здравствуйте. Вот такой вот великолепной компанией. Слушайте, первый сразу вопрос. Вы хоть кого-то на работе оставили? Или так вот дружным коллективом медицинского центра Сальфирина пришли к нам в гости? Оставили пару человек. Есть немножко. Ясно. То есть без работы люди не останутся? Если у кого-то депрессия, могут запросто сейчас к вам отправиться в салон красоты и получить все 100-500 удовольствий? Так и есть. Ребят, поход в салон красоты известный способ, как избавиться от депрессии и улучшить настроение. Так, осенняя депрессия, так ли она страшна? Вот, например, три представителя медицинского центра, Андрей Николаевич, наверное, начнем с вас. Что говорит медицина? Конечно, депрессия – это очень плохо. Это отражается и на здоровье, на психологическом здоровье и самого человека, и его семьи. Это ужасно. Это влияет на работоспособность человека, на его состояние, на все. На все. Это очень серьезная проблема. С этим надо бороться, однозначно. Что в этом направлении может предложить медицинский центр «Сальфирина»? По каким направлениям вы работаете, придя к вам, например, или просто так, или вот, как мы сегодня обсуждаем, состояние депрессии, что можно получить? В первую очередь, что могут получить люди в нашем центре – это доля внимания. Это очень важно. То есть, в любом случае, человек, обратившись к нам, он уже получает тепло. К нему подходят индивидуально. Его настроение однозначно будет улучшено. А дальше все зависит от того, как настроен сам человек. И, конечно, мастера нашего центра, доктора, все сотрудники будут стараться так или иначе улучшить состояние, перевести любое настроение человека в сторону позитива. Давайте послушаем телефонный звонок от наших зрителей, потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Александр из Гоноля. Александр, здравствуйте. Ну, первый вопрос. Наверное, от меня. Депрессия с вами часто приключается? Или хандра? Плохое настроение? Нет, у меня депрессии практически не бывает. Слушайте, да вы счастливый человек. А в течение время дожди идут. Лучше всего, самый хороший депрессант этот – от депрессии сходить в лес. За гребами. Сейчас столько много опят в нем. Особенно по Корневскому шоссе. Там ужас просто. И некогда даже вот этим вот пребывать себе голову. Класс. Спасибо вам большое за этот совет. Эти аплодисменты вам, кстати. Вопрос какой-то к нашим гостям есть? А, спасибо вам большое за звонок. Друзья, периодический номер телефона появляется на ваших экранах. Но не забывайте, что наш Вайбер также готов принимать ваши сообщения и комментарии. Ну, а в гостях у меня сегодня медицинский центр Сальферина. Ознакомился накануне этой встречи с вашим сайтом. Он вот обещал доехать, но так и не доехал пока что. Татуаж. Одно из направлений в работе с Сальфериной. Расскажите подробнее, какие сегодня, ну, наверное, начнем с того, какие самые популярные места на теле для того, чтобы... Ну, первонаперво, конечно, это процентов 70, это брови. То есть это лицо, это подчеркнутые глаза, то есть, ну, это, наверное, главный акцент. И основное то, что делают, это все-таки брови. Вот есть несколько методик. Мы всегда можем, как бы, посоветовать, что подходит человеку, что подходит под конкретное лицо, отрисовать форму. Ну, всегда поможем, скажем так. Можем иметь значение. Скажите, а вот для того, чтобы перед тем, как нанести татуировку, украсить свое тело вот таким вот арт-объектом, вот люди приходят для того, чтобы вот просто как-то тюнинговать себя, или приходят избавиться именно от этой хандры? Ну, грубо говоря, какой период времени чаще всего служит для похода, чтобы... Ну, наверное, все-таки, когда люди раздеваются немножко. Перед выходом на пляж. Да, это все-таки, ну, не совсем удачное время, это весна-лето, потому что все-таки лучше делать это все-таки в межсезонье, когда нет активного солнца, когда нет обильного потоотделения. Это наиболее, скажем так, благоприятное время для таких процедур. То, что касается татуировок, можно ли выделить, например, какую-то, скажем так, моду на татуировке? Вот, например, что модно сейчас? Ну, в последнее время, скажем так, больше... Да, про которую вы говорили, но это, скажем так, больше для практичности. Да. Но как и в одежде, как и во всем другом, есть мода, наверное, на тату. Да, на тату моду есть. Ну, какое-то направление не могу выделить, потому что сейчас люди стали больше разбираться. Много стилей, много методик нанесения, поэтому, ну, всегда индивидуальный подход, общение. Какие части тела, скажем так, отдают для нанесения рисунков? Ну, в основном, конечно, чтобы это было видно и самому, и окружающим. Это руки, в основном, конечно, предплечье, ноги, шея, да. Ну, кто, кого, какая фантазия, где он хочет. Хочет это для себя сделать, чтобы никто не видел, ну, естественно, тогда это где-то скрытое место. Хочет показать, тогда более видные места. Андрей Николаевич, вот в вашем центре, в Сальферине, есть ли какие-то, например, комплекс услуг, либо какие-то виды услуг, которые актуальны непосредственно вот осень-зима? Ну, раз мы уже с вами встречаемся 5 октября, то я думаю, что актуально будет поговорить именно об этих направлениях вашего центра. Ну, наверное, если говорить о том, что у нас, как бы, основная часть нашей деятельности, основное направление это косметология, то, или косметические услуги, тут очень популярны, получается, направления косметические в плане пилинги, чистки, вот такого плана. Об этом, может быть, лучше Викторию нашу стоит спросить, она очень хорошо это все знает. Виктория Викторовна, во-первых, я бы хотел уточнить, вот мы еще с ребятами перед эфиром, косметолог и косметик. Вас правильно называть косметик? Да, все верно, косметик. Ну, расскажите подробнее об этих процедурах, о которых мы начали сейчас разговаривать. Существуют такие процедуры, как сезонные пилинги, которые начинают делать после середины октября, потому что уже не такое активное солнце, в период неактивного солнца проходят процедуры. У нас несколько есть пилингов в медицинском центре. Самое главное, что процедуры все очень приятные, комфортные, безболезненные. То есть и красоту навести, и релакс получить. И красоту, да. Кабинет, в котором мы работаем, он является кабинетом красоты, его можно назвать. Это эстетический кабинет эстетического направления, скажем так. И в кабинете в нашем женщины часто и девушки боятся, как все люди, в принципе, боли, болевых ощущений. Несмотря на то, что это медицинский центр, и в нем работают люди в белых халатах, но бояться боли не нужно. Конечно, клиентка или клиент получает абсолютно безболезненную, приятную эстетическую процедуру с долговременным эффектом. Вы знаете, вот есть такое мнение, что если медицинский центр, то это в основном комплекс услуг, рассчитанный на взрослого человека. Но изучив ваш сайт, сайт медицинского центра Сальферина, я с огромным удовольствием нашел там еще достаточно большое предложение для маленьких пациентов, для наших маленьких гомельчан. Расскажите вот об этом направлении. Что предлагает Сальферина детям? Да, у нас может оказать консультативную помощь детский невролог. У нас есть детский зубной доктор, детский массаж у нас очень доступен, и у нас хорошие специалисты. И вообще массаж, опять же, для борьбы с депрессией великолепнейшее средство. У нас очень хорошие мастера, которые делают массаж в хороших, комфортных условиях, под приятную музыку. Это уж точно депрессия не оставляет шансов. То есть, если даже она и была, то после массажа она просто-напросто испарится? После того, как человек зашел в Сальферину, испарится однозначно. Вы знаете, есть еще такое расхожее мнение, и тоже приходилось его неоднократно слышать. Если медицинский центр, то это просто пугающие цены. Вот сейчас или подтвердите, или развеете общественное мнение. Однозначно нет. Я слышал это мнение. Во всяком случае, то, что я сказал. Однозначно нет. Мы можем очень хорошо конкурировать даже с частными мастерами. И у нас цены, я уверен, что ниже среднегородских. Могу ответственно об этом заявить. Еще один приятный бонус, который я прочитал, существует этой осенью. Это акции на татуаж, на татуировки. И если правильно я понимаю, есть еще такое направление микроблейдинг. Марина, расскажи, что такое микроблейдинг? Микроблейдинг – это естественные татуированные брови. Не так, как раньше сделали брови черным в татуировке, а это с ворсинками. Они выглядят как настоящие, но их не надо красть. Дмитрий Гайорич, сколько времени уходит на производство такой красоты? Ну, все индивидуально. Отрисовка формы первоначально. Тут, естественно, бывают нюансы. 5, 10, 15, 20 минут. Все зависит от человека, от его... Потому что иногда приходят и совсем, ну, не совсем, вернее, знают, что хотят. Ну, 20 минут обезболивания, и сама процедура занимает буквально полчаса. То есть, получается, вы, как тату-мастер, вы должны быть еще и психологом, вы должны быть и дизайнером, вы должны быть и советчиком, и стилистом. Конечно. Ну, и тату-мастер. Вот 5 специалистов вы должны в себе объединиться. Да. Человек приходит все равно напряженный, немножко испуганный, скованный и так далее. С ним надо пообщаться, естественно. Мы тем временем давайте пообщаемся с нашими зрителями. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Лариса, я живу в городе Речи, в Болгинской области. Лариса, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. У меня, как бы, вопрос, конечно, к центру, вот, Альфирина. И мне, конечно, я не буду скрывать свой возраст, 50 лет. Вот. И хотелось бы узнать, какие услуги делает этот центр для моего возраста. Это особенно, вот, меня интересует купород на лице. Ну, два звездочки, как бы, в простонародье есть такое вот, обыск, на лице. И есть ли какие-то бюджетные варианты для нашего среднего слоя населения? Ну, вопрос ваш понятен. Спасибо большое вам за звонок. Оставайтесь на нашем канале, смотрите все ответы, получите этим добрым вечером. Виктория Викторовна, я думаю, что вы лучше всех ответите на этот вопрос. Ну, да, я продолжу, потому что этот вопрос как раз по теме пилинга. У нас есть как раз пилинг линии биофита. Мы работаем с очень известной израильской фирмой, у которой мы закупаем эти пилинги. И как раз с этой проблемой пилинг прекрасно справляется. Именно в этой возрастной группе. Ну, пилинг это одно из направлений, но наша зрительница спрашивала, что, в принципе, какие еще есть комплексы услуг? Она сказала такое слово, как купероз, поэтому я откликаюсь на этот вопрос. Именно по куперозу работает пилинг. Есть еще направления, как массаж, гигиенический, который затрагивает такие области, как лицо, шея, декольте. Ну, и всевозможные уходовые процедуры. Вы знаете, не могу не поинтересоваться у мужчин, у парней тоже бывает депрессия. И есть такие парни, которые в поисках борьбы с ней тоже могут зайти к вам на огонек. Что для мужской линии, кроме татуировок, может предложить центр Сальферина? Я думаю, ну, мужчин не так много, к сожалению, наверное, обращаются. Наверное, все-таки они боятся. Да ладно бояться, может, просто не заходят. Может быть, или стесняются. Мне сложно сказать. Андрей Николаевич, помогите нам с ответом. Массаж, депиляция. Всевозможные уходовые процедуры, я тоже думаю, что современному мужчине не чужда какая-то культура ухода за собственным лицом и телом. Ничего в этом нету, по-моему, ни предосудительного, ни ужасного. Но наоборот, и опять же, я думаю, что человек уйдет от нас с прекрасным настроением. И помолодевшим, и освежевшим, и улыбающимся. В общем, я так понимаю, подводя итог нашей сегодняшней беседы, что и детям, и людям старшего возраста, и молодежи, и мужчинам, и женщинам, и в оздоровительных, и в косметических целях, и цены приятные, и двери всем открыты в медицинский центр Сальферина. Если я что-то не упомянул, то, пожалуйста, дополните. Нет, все правильно, все правильно. Обязательно хотел бы еще сказать, что осенняя погода не должна быть поводом для осеннего настроения. Мы найдем для каждого немного тепла и немножко солнца. Поэтому однозначно приходите к нам, и от депрессии будем избавляться вместе. Обещаю все-таки дойти до вашего центра и посетить. Всего спасибо, что эту часть вечера провели вместе с нами. Напомню, что у нас в гостях был практически основной состав медицинского центра Сальферина. Спасибо огромное за то, что посетили нас этим вечером. Это студия прямого эфира программы «Добрый вечер, Гомель». Мы говорим сегодня о бассейне депрессии. Ну как говорим, пытаемся найти еще один способ, как же с ней бороться. И, вы знаете, пришло время пообщаться с вами, вернее, прочитать ваше сообщение в Вайбере. Спасибо большое за активность. Олеся Яченко нам пишет, у меня никогда нет осенней депрессии, а если и сталкиваюсь, то занимаюсь домашними делами. Ну, конечно же, музыкой у меня без музыки не проходит ни дня. Вот видишь, Марина, все любят музыку, и то, о чем мы с тобой говорили, оправдывает ожидания. Еще один способ побороть осеннюю депрессию – включите погромче музыку танцевальную, и попробуйте потанцевать. Кстати, Мариш, твои самые любимые танцевальные стили – это? Это ноги двигаются, когда. Ноги двигаются. Мой любимый стиль. Девушки, дорогие, развивайтесь, наполняйтесь содержанием, и тогда вы будете интересны окружающим. Так, это от Светла. Марина, это девушка, общение с которой лишит депрессии на всю оставшуюся жизнь. Солнце нашего города от Светланы. Я думала, это моя мама написала. Лучшее лекарство депрессии, физическая активность, например, езда на велосипеде. Светлана, велоледи. Светлана, я с вами полностью согласен. К сожалению, завершился велосезон, но не для меня. Я продолжаю кататься на велосипеде, и, собственно говоря, до первого снега велосипед не брошу. Так, от Елены. Объятия с любимыми людьми могут забыть о хандре и зарядить хорошим настроением. Тоже верный совет. Вот, в догонку к нашей сольферине. Благодарна Дмитрию. Пользовалась его услугами татуажа. Отличный мастер. Спасибо. От Антонины. Итак, друзья, номер нашего вайбера у вас на экране, поэтому присылайте ваше сообщение. Ну, а мы продолжаем искать пути и способы борьбы. С плохим настроением осенью, с хандрой, ну, как можно это назвать? Вот медики называют это депрессией. Но, вы знаете, здесь вот, я думаю, что без психологической точки зрения нам не обойтись. Я приглашаю к нашему разговору еще одного гостя. Мастер психологический, магистр психологических наук, практически психолог, старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Франциска Скорына Степан Александрович Станебула. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Ну, по вашей улыбке, я так понимаю, что вы и депрессия, это разные планеты, или... Ну, почему же? Нет, совершенно нет. Ну, по роду деятельности мне всегда приходится сталкиваться с такими состояниями в различных аспектах. Ну, я вообще считаю, что депрессия, это не совсем плохо в жизни человека. Это такой какой-то феномен и момент, который позволяет человеку прикоснуться к себе. Секунду, Марина, ты это слышала? Психологи утверждают, в частности, Степан Александрович утверждает, что депрессия – это не всегда плохо. Спасибо. Спасибо большое. Продолжайте. Намотала на уз. Продолжу. Депрессия – это хороший способ, ну, как-то прикоснуться к своему внутреннему я и получить какой-то вот, ну, на самом деле, серьезный ресурс для того, чтобы открыть какие-то новые черты в своей личности, понять что-то и зажить по-другому. Подождите, вот запомните, на чем вы остановились, мы послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас, давайте знакомиться, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга, с чем к нам в эфир пожаловали? В эфир к вам пожаловалась с такой вот темой. Все говорят про депрессию, а я как-то вот не очень понимаю, как может быть в осенью депрессия? Ну, все, мы-то уже вот сидим, рассуждаем об этой самой депрессии, что же это такое, насколько она страшна и вообще как с ней бороться дальше-то и стоит ли? Вот никак с ней не борюсь, гуляю по городу, наслаждаюсь яркими красками листьев. Ну, судя по вашей интонации, вам до депрессии как-то тоже, ну, то ли вам до нее, то ли ей, до вас нету дела. Улыбка на лице, если я правильно понимаю, да? Да. И ваш, я так понимаю, вопроса не будет, ваш совет нашим зрителям? Мой совет, просто надо радоваться жизнью, максимум извлекать позитив из всего, и тогда депрессия будет не страшна. Спасибо вам большое за ваш звонок. Марин Владе даже вот... Поаплодирую. Молодец. Это вам аплодисменты. Степан Александрович, ну, все-таки продолжим. Так, что же такое осенняя депрессия, вот если серьезно разобраться, и так ли она страшна? Ну, она не очень страшна, но на самом деле вот... Ну, вы уже сказали, что она даже и полезна. Да, она полезна. Вот воспринимать депрессию, как какую-то новую возможность. Новую возможность, прежде всего, для личностного роста. Я вот всем бы слушателям посоветовал именно это. Задать вопрос, вот о чем моя депрессия? Что она хочет мне сказать? Вот какое послание она несет? И вы удивитесь, что на самом деле там очень много таких вот глубинных ресурсов о том, как бы, ну, изменить свою жизнь. Каких людей не хватает в вашей жизни? А тем ли... той ли деятельностью я занимаюсь? Ведь на самом деле, вот если взять литературных героев, вот все очень такие сильные изменения с людьми происходили именно в депрессивных состояниях. Вот когда кризис и депрессия, тогда вот, тогда есть трансформация, изменение человека. Ну, вот понимаете, какая странная штука происходит? Например, вот обычно осень, принято считать, порой депрессия. Да, вот если рассматривать так, то, скажем так, такой ключевой период, когда депрессия возникает, это октябрь-февраль. Это пик такой. Да ладно, в этот же период как раз и новогодние праздники, и Рождество, и Зимняя сказка, и мандарин, и апельсинки, и шоколад. Ну, вот давайте попробуем вот по-другому посмотреть на этот момент. Вот по большому счету человек живет, его окружает что-то, да? Его окружает природа. Природа, она очень, она изменчива. Причем очень изменчива. И по большому счету человека окружает вот природа, которая тоже меняется. Она возрождается, возрождается весной, она развивается, наполняется цветом, красками, и осенью она умирает. То есть, и человек вот как-то какими-то, ну, для нас еще, наверное, непонятными моментами подключается к этому процессу умирания, да? И он понимает, что, ага, ну так ли я живу? Все мои потребности ли удовлетворены? Те ли люди меня окружают? На ту ли работу я хожу? А жизнь-то идет. И человек вот именно в этот момент способен почувствовать вот этот вкус и прелесть жизни. И я вот, если честно, я очень рад, что человек устроен так, что он имеет возможность и радость испытывать это. Послушайте, но как бы даже если бы не было депрессии, эти вопросы любой человек также мог бы задать себе, и не только вот это вот состояние, когда вот унылое пора, чайочарование, как говорится. Конечно, мог бы, но тут еще вот, тут природа сама как бы несет послание, говорит человеку, вот посмотри на меня. Я ухожу, я умираю, посмотри, так ли ты живешь. И природа создает вот этот вот, скажем так, фон изменчивости, изменчивости, динамики. И человек чувствует, что он на самом деле, он тоже живет. То, что через некоторое время... То есть, если я правильно вас понимаю, то депрессия это всего лишь переоценка и переосмысление того, что с человеком происходит на данный период его жизни. И эта перезагрузка должна происходить раз в год. Вот, перезагрузка, это и есть. Ну, в принципе, вот если так не углубляться, то да. Есть же только различные виды депрессии, там, сезонная и так далее. Там, депрессия, которая возникает тогда, когда человек подходит к какому-то периоду своей жизни, подходит и понимает, что что-то не так. Вот, ну, смотрите, мужчины и женщины одинаково переносят депрессию? Ну, по данным ученых, говорят, что женщины больше, сильнее восприимчивы именно к сезонной депрессии, так называемой осенней. Другие ученые говорят о том, что это не так. И мужчины, и женщины, но мужчины не демонстрируют это. И тут очень такой большой потенциал для проблем. Мужчины, им трудно показывать свои чувства, переживания. Я вам скажу больше, сегодня уже выяснилось, что мужчины боятся идти в медицинские центры, как выяснилось. Ну, не боимся, мы просто не дошли сюда. Там замок длительной жизни каждого мужчины, это правильная женитьба, да? Правильно подобранная женщина. Да, да, да. Ну, смотрите, в интернете полным-полно советов, как избавиться от депрессии, но вот хотелось бы здесь и сейчас получить еще несколько от вас, как от психолога. Вот у нас подготовлено несколько слайдов, то, что называется, есть такое явление, тветотерапия, такая наука. Если я правильно понимаю, то психологи также часто ее используют в борьбе или с какими-то советами. Я попрошу нашего режиссера дать нам первый слайд, а мы посмотрим и постараемся объяснить. Вот на экране у нас слайд, вот кружок разноцветный. Что может сказать эта цветовая диаграмма? Ну, знаете, во-первых, если рассматривать основной, одну из основных предпосылок возникновения осенней депрессии, это прежде всего изменение погоды, то есть солнца становится меньше и день становится тоже меньше, света становится меньше. И все психологи рекомендуют побольше находиться на солнце. Вот дать себе возможность получить удовольствие, получить, вот порадоваться жизни в последние осенние деньки, сходить куда-то на природу, там, где много света, солнца, и это очень существенно подымет ваше настроение. Отлично, хорошо, я принял к сведению ваш совет, наши зрители, я надеюсь, тоже. Вы знаете, вот есть еще один верный способ победить осеннюю депрессию, это осеннюю хандру, это отправиться, ну, например, в путешествие. Но об этом более подробно расскажет наша следующая гостья, которая появится совсем скоро, буквально через несколько мгновений. Итак, друзья, буквально несколько мгновений обращусь к вашим посланиям к нам на Viber. Еще один способ побороть осеннюю депрессию, включите погромче танцевальную музыку, попробуйте потанцевать. Депрессия и плохое настроение – это две разные вещи, с депрессией не сталкиваюсь, а с плохим настроением очень часто, как разобраться с депрессией и плохим настроением. Оставайтесь с нами, способов достаточно большое количество, об одном из них вы узнаете буквально через несколько мгновений. Вот еще одно сообщение от Евгения, депрессию можно устранить с прекрасной песней. Кстати, Мариночка, вы поете? Да. Давайте споем до этого. Да я уродливо пою. Но пою. Эти аплодисменты вам за честность. Друзья, вы знаете, если одолела осенняя хандра, то есть прекрасный способ. Собирайте чемодан и отправляйтесь в большое-большое путешествие. А вот куда именно лучше поехать в осенний период, когда уже, собственно говоря, и деревья облетели, и световой день короткий, об этом знает наша следующая гостья – директор филиала туристической компании «Топ Тур» Елена Болсуновская. Здравствуйте, рад вас видеть. Проходите. Доброго вечера вам. Елена, вот вы согласны с тем, что путешествие – это один из лучших способов избавиться от депрессии и просто поменять настроение на 180 градусов в лучшую сторону? Я бы сказала даже, что не один из лучших – это, наверное, самый главный. Ну, чем идти к психологам, так лучше поехать к морю. Просто мне кажется, что к психологу идти – это уже самый последний край идти к психологу. Когда нет времени ехать на море, а что-то делать надо. Да, когда нет времени надо. Психологу идти дешевле. Как бы избавиться от депрессии путешествия всегда помогают. Они бывают же разные. Они же бывают не только пляж, море и солнце. Они же бывают еще и какие-то экскурсионные туры, другие страны посмотреть, себя показать, в конце концов, народу. Ну, вот смотрите, раз уже у нас сегодня мы ищем способы борьбы с хандрой, с плохим настроением, с той же самой депрессией. Вот насколько часто бывает, что приходит человек и, вот честно признается, вы знаете, у меня хандра, что-то надо с этим сделать. Господа туроператоры, помогите. Ну, скажем так, они не признаются в том, что у них депрессия и они хотят уехать. То есть, большей частью говорят, мы устали. Мы хотим сменить обстановку или мы хотим поехать отдохнуть. То есть, в осенний период, конечно, люди бывают, что приходят, да, у меня депрессия, я хочу сменить обстановку, я хочу к солнцу. Тем более, вы сами прекрасно знаете, что в этом году мы были как никогда обделены солнечными днями. Нас как-то и зима не баловала, и весна тоже как-то подвела, а лето так вообще просто, по-моему, совсем нас обидело. Ну, хорошо, но компания ТОП ТУР, в частности, как-то пытается повлиять на эту ситуацию? На погоду? Рассыгаете ли вы тучи? На погоду, возможно, вы и умеете тучи разгонять, но куда сейчас? Конечно, помогаем. Гамильчане стремятся уехать. Что вы им предлагаете? Ну, конечно, большей частью это жаркие страны. Там, где много солнца. Много солнца и тепла. То есть, это в любом случае, наверное, первое, что спрашивают, что хотим тепла. Тем более, сейчас уже холодно так началось, дождь целыми днями льет. Большей частью спрашивают страны, которые, будем говорить, и недорогие, и безвизовые. То есть, я вот хочу там, ну, не завтра буквально, там, послезавтра, там, на следующей неделе улететь. Что, как говорится, в принципе, очень доступно улететь в ближайшие дни к солнцу. Сменить обстановку. Хоть на неделю, хоть, там, на 10 дней. Хоть побродить босиком. Да, хоть побродить босиком, да. Послушать прибой морской, это тоже, как бы, да, увидеть солнце. Для меня, например, увидеть солнце, это, наверное, самое большое желание. Давайте послушаем телефон и звонок. К нам кто-то дозвонился. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Давайте с вами знакомиться, как вас зовут. А то плохо слышно просто. Добрый вечер, меня зовут Владимир, я из Гомеля звоню. Здравствуйте, Владимир. Хочу задать вопрос представителю фирмы Топтур. Хотел бы узнать, вот я регулярно, как бы, можно сказать, уже много лет езжу отдыхать в Турцию в основном. В октябре месяц, вот у меня, как бы, всегда мой месяц, бархатный сезон, я езжу отдыхать в Турцию. Вот я хотел бы узнать, вот мы, иногда я, как бы, я один еду, а иногда мы компанией собираемся, с друзьями. Хотел бы узнать, именно вот в вашей фирме есть какие-то, например, льготы для групп туристов, например. Вот если мы едем группой, есть ли какие-то скидки у вас, например, для групп туристов, или сколько там человек, например, надо для того, чтобы скидку вы сделали. Это один вопрос, как бы, и второй вопрос, в рассрочку. Можно ли у вас, например, туры брать в рассрочку, как сейчас практикуются в некоторых туристических агентствах, что можно, как бы, в рассрочку брать. Не сразу платить эту сумму, а в течение какого-то определенного срока выплачивать потом стоимость тура. Ваши вопросы понятны. Спасибо вам большое за звоночек. Оставайтесь на этим добрый вечером с нами и слушайте ваши ответы. Ну, скажем так, если, конечно, у нас группа людей едет, то, конечно, мы не жадные в этом плане. Мы всегда идем навстречу и по скидкам, конечно, можем для группы людей сделать скидку. И это все по договоренности. Я не буду сейчас ее озвучивать в эфире. Вот. Мы это все, конечно, можем сделать. По поводу рассрочки. Есть у нас рассрочка. Заключили мы недавно договор с Альфа-банком, с которым мы работаем в рассрочку. То есть есть такое у нас. Ну, все-таки продолжим, скажем так, о турах, о приятном времяпрепровождении. И в пути, и непосредственно уже в пункте назначения туда, там, где люди едут спасаться от депрессии. Горы или море? Ну, вы знаете, я скажу так. Вот катание на лыжах, да, если вот горы, да, это такой специфический продукт. Большей частью уже люди, которые катаются на лыжах, они ездят самостоятельно. То есть у них там есть какие-то свои договоренности, они хорошо знают трассы, они знают хорошо курорты, они знают, чего они хотят. То есть в основном горнолыжные туры приобретают новички, то есть те, кто хотят попробовать, что это такое. А те, кто уже катается профессионально, есть у меня туристы, постоянные клиенты. Я знаю, что летом они едут на море, они ко мне обращаются, а зимой я знаю, что они катаются на лыжах. Но это все они уже делают самостоятельно. То есть даже Буковель, Европа та же, они все это делают самостоятельно. Вот вы знаете, если и раньше, еще буквально несколько лет назад, Турция, Египет, ну, максимум Тунис. Сейчас, скажем так, год, турфирмы, топ-тур в частности, насколько мне известно, предлагают все новые, новые, новые направления. Чем готовы удивить, скажем так, самого требовательного, взыскательного туриста, который подвержен синдрому плохого настроения, скажем так? Ну, скажем так, как раз-таки сейчас, да, Египет, Турция, это такие массовые направления. Это классика жанра. Классика жанра, как я говорю, как раньше ездили в Крым, да, мы в свое детство, да, так сейчас это Турция и Египет. Вот, сейчас, будем говорить так, набирает популярность Вьетнам. То есть, во-первых, он безвизовый для нас, для нас, белорусов. Вот, во-вторых, у него приемлемая цена. Ну, и там дешево, будем говорить так. Есть индивидуальные запросы, то есть, я, например, очень часто делаю такие индивидуальные туры, разрабатываю, будем говорить, там, опять-таки, людям уже наскучило что-то такое, там, Вьетнам просто полететь на чартере, там, в Египет, там, Куба, это все очень просто, да. Мы хотим с приключениями. Да, мы хотим с приключениями, приключениями тоже хватает. Есть, то есть, в принципе, разрабатываем такие индивидуальные туры, как, там, ну, к примеру, будем так, Малайзия, там, Сингапур, там, плюс Бали. То есть, и там разные стыковки, там, например, сначала Малайзия, потом Бали, потом Сингапур, либо обратно, либо разные острова в Малайзии. То есть, это, в принципе, все возможно. У нас есть авиакассы, то есть, мы подбираем сами и авиабилеты, разные стыковки, и, как говорится, и по стоимости, чтобы это было недорого. Естественно, если бронировать такие туры заранее, то цена билета гораздо ниже, и цена тура выходит не намного дороже, к примеру, там, чем полететь на ту же Кубу или там в Доминикану. Доминикана, конечно, для нас, белорусов, так, не для всех доступна, из-за визы, вот, Куба, конечно, более доступна. Вы знаете, тут вот не за горами уже и рождественские праздники, и я знаю, что ваша компания всегда накануне Рождества предлагает очень богатые, красивые поездки. Да, ну, будем говорить, одна из фишек нашей компании, ну, конкретно нашего филиала в Гомеле, это то, что мы ежегодно уже на протяжении многих-многих лет, даже боюсь посчитать, сколько лет, мы делаем тур в Прагу на Рождество. Обычно мы делали предрождественский тур, то есть он заканчивался накануне Рождества, люди ехали посмотреть и Прагу, и опять-таки избавиться от депрессии, шоппинг для многих женщин, это немаловажно, рождественские скидки. Вот, в этом году мы немножко сдвинули даты и решили сделать его на Рождество, потому что все хотят посмотреть, что такое Рождество в Праге. Вот, поэтому, помимо выезда этого нашего тура, который мы делаем из Гомеля, есть у нас, конечно, богатый выбор туров из Минска, это из, будем говорить, в связке с Парижем. Вот, Лапландия, кстати, набирает обороты, Финляндия, вот, поездка к Деду Морозу, к Санта-Клаусу, с каждым годом, как ни странно, она начинает набирать обороты, вот, и пользуется спросом. Вот, то есть, как бы, в принципе, выбор богатый, то есть не только теплые страны, но у нас есть и такие экскурсионные туры. То есть, остается превозмочь себя, несмотря на плохое состояние души. Да, подняться с кровати, вылезти из-под одеяла и прийти к нам. И вы обеспечите все, чтобы плохое настроение их андра. Ну, во всяком случае, мы постараемся удовлетворить любое желание, будем говорить, любого взыскательного туриста. То есть, чудо сотворить попытаетесь в любом-то случае. Будем стараться. Эти аплодисменты вам, друзья. Спасибо. Ну, а чудеса в нашей студии совсем скоро начнутся, тем более, говорят, что настоящие чудеса также умеют избавлять от депрессии. Так ли это на самом деле, узнаем буквально через несколько мгновений этим вечером. Итак, друзья, наш эфир продолжается. Сегодня боремся с хандрой и плохим осенним настроением различными способами. И вы знаете, говорят, что депрессию могут победить настоящие чудеса. А вот так ли это на самом деле, знает наш следующий гость. Сейчас эта студия взорвется аплодисментами. У нас в гостях член Российской ассоциации иллюзионистов Артем Дорофеев. Давайте его встретим. Привет. Добрый вечер. Присаживайся. Артем, вот я привык тебя всегда видеть на сцене, где-то на каких-то мероприятиях. Вот у нас впервые с тобой такой вот, по большому счету, открытый диалог на честность. Вот как часто ты подвержен такому состоянию, как хандра и осенняя депрессия? Довольно-таки редко, потому что у меня профессия такая, что просто невозможно, наверное, быть... Это благодаря профессии или это генетически, или просто у тебя нету на это времени? Скорее всего, да. Скорее всего, нету времени, потому что всегда нужно что-то придумывать новое, развиваться как-то, и поэтому депрессия... Если что-то все-таки подкралось незаметно, та же самая хандра, что делаешь? Вот самый верный способ. Если вот что-то в жизни надо менять. Улыбаться. Просто улыбаться, наверное, и все. Может быть, даже иногда через силу как-то, и это само по себе потом со временем пройдет. Вот, ты знаешь, в глазах тысяч людей, кто видел твои работы, ты настоящий маг, чародей, волшебник, который творит чудеса и дарит хорошее настроение. Вот сегодня мы разбираем все способы борьбы с хандрой. И что в этом отношении может предложить магия? Ну, я сейчас, может быть, даже что-то и покажу вам, конечно же. Вот, собственно говоря, для этого я тебе и пригласил. Это твои аплодисменты. Но для начала мне понадобится, ну, конечно же, Александр, да, потому что мне нужно быть помощником. Потому что мы с Артемом, когда пересекаемся вот где-то на сцене, я никогда не стою вот здесь вот рядом. Я сегодня участвую в твоих фокусах. Друзья, все просто. У меня есть вот такой вот кубик Рубика, да. Здесь где-то 43 квинтиллиона комбинаций всевозможных. А кто-нибудь видел из вас фокусы с кубиком Рубика? Кто видел? Никто. Ну, Марина не считается. Все просто. Давайте мы его так перемешаем, чтобы наверняка. Берем вот такой вот мешочек, да, и одной рукой медленно кладем кубик Рубика вот сюда в мешок. И достаем гамбургер. Нет, все просто. Делаем маленькое движение, и он оказывается собранным. Друзья, но многие думают, что в мешочке есть еще один кубик Рубика, да? Да. Но там его нет, Саш. А если бы... Там его действительно нет. Я хотел потрясти или выбить пакетик из рук. Скажи, ты когда-нибудь собирал кубик Рубика? Я тебе признаюсь честно, я его крутил, но никогда не собирал. Крутил, но не собирал, хорошо. У меня на это никогда не хватало. Перемешай его как следует, просто перемешай. Как тебе больше нравится? Хорошенько запутай его так, чтобы наверняка... Я всегда удивлялся, как у них получается как-то так вот красиво делать пальцами. Быстренько. Марин, ты умеешь так вот, кстати, делать? Нет. Я теоретически могу. Силой мысли. Готово, да? Я надеюсь. Берем твой кубик Рубика. То есть я сейчас его в этом пакетике тоже соберу. Кладем в мешочек, делаем маленькое движение, и он снова собран. Я думал, да их там два появятся. Друзья, это был бы фокус, все верно, если бы там не было второго кубика Рубика. Саша, возьми свою просто ладошку вперед. Правую или левую? Любую, неважно, да. И второй рукой сверху свой кубик Рубика накрой и держи до конца этого фокуса, хорошо? До конца программы. До конца программы. Смотри, готов? Да, конечно. Ну, поехали. Ну, у меня там ничего не происходит. Примерно вот так, смотри. Ты удивишься? Я постараюсь. Открывай руку. А смотри, дело в том, что мой кубик Рубика, он точно такой же, как и твой, со всех сторон. Ты как это делаешь, расскажи. Друзья, а кто знает, какой рекорд по сборке кубика Рубика? Кто знает? Ну, наверное, 11 секунд. Нет, 4,69. Секунд, да. 2017 год, да. В этом году был рекорд поставлен новый. Все просто, смотри. Давай ты будешь считать, хорошо? На счет 3. Готов? Поехали. На счет 3. Раз. От одного и до бесконечности. Раз, два, три. Поехали. Два, три. Но что самое интересное, смотри, можно проверить. Это обычный кубик Рубик? Держи, проверяй. Вот он перед тобой. Друзья, я настолько непрофессиональный с кубиком Руби, вот все, у меня получилось, у меня это получилось, поаплодируйте мне. Ну, и еще один такой вам трюк покажу, такой не совсем обычный, чтобы, как говорится, уже наверняка избавиться от осенней хандры, да, Саша, давай присаживайся тогда на свое место. А кто-нибудь, давайте кого-нибудь из зала пригласим сюда, да? А, давайте. Есть у кого-нибудь мобильный телефон, я же думаю, у всех есть, просто приподнимите их вверх, мобильники, достаньте вверх, да. Вот, девушка в первом ряду у нас. Да, пойдем, выходи сюда. Давайте мы ей поаплодируем. Да, давайте похлопаем. Проходи, слезь вот здесь, рядышком со мной. Как зовут тебя, скажи? Как вас зовут? Алина. Алина, да? Да. Смотри, все просто, для этого фокуса нам понадобится несколько вещей. Это 6 конвертов, 6 конвертов, знаешь, почему 6? Нет. Не догадываешься? Нет. Смотри, потому что у меня есть еще 5 мобильных телефонов. В каждый конверт мы положим по мобильному телефону и будем кое-что интересное с ними делать, хорошо? Выключай свой мобильник, буквально на 5 минут полностью выключи, да, так, чтобы он вдруг не зазвонил. Самый неподходящий момент. Полностью выключай, да. Скажи, ты везучий человек? Не совсем. Не совсем? Ну, друзья, мы сегодня... В Европе мыло выигрывало. Мыло? Все, мы веземе. Друзья, на самом деле мы это сегодня проверим. Важен не столько мобильный телефон, сколько контакта в этом мобильном телефоне, правильно? Да. Ведь именно они у нас собираются годами, именно они нам и важны. Ну что ж, и... Твой мобильный телефон. То есть вы хорошо подумали. Ну да. Давай сделаем так. Пройдем сюда вперед, стола, проходи сюда вперед. А, Саша, а ты нам тоже понадобишься, останись вот здесь рядышком, да. И перемешайте конверты между собой. Только очень хорошо. Вы пока пообщайте. Хорошо, просто перемешай. Как настроение? Отлично. Отлично, да? С собой-то хорошо. Я даже не запомнил, где же... Ну что, готово? Ну, в принципе, да. Хорошо, смотри. Остань чуть-чуть левее, ты нам еще понадобишься, проходи, останись вот здесь посерединке. Друзья, дело в том, что на каждом конверте здесь есть по цифре, смотри, от одного и до шести. Где-то здесь находится твой мобильный телефон, правильно? Ну да. Как ты думаешь, как с помощью шести цифр можно проверить везение человека, знаешь? Нет. Ну тебе же с мылом повезло, правильно? Смотри, все просто. Нам понадобится вот такой вот предмет. Обычная игральная кость, да? Шесть цифр. И вот такой вот стаканчик. Что бы ни случилось, стаканчик должен быть всегда у тебя в руках, хорошо? Хорошо. Держи стаканчик, кидай кубик вот сюда на стол, да. Со стаканчика, со стаканчика, вот так вот, да. Номер? Шесть. Да, смотри. Номер шесть. Как ты думаешь, там может быть твой мобильный телефон? Да, ну, возможно, да. Может быть там, да? Проверять будем? Ну, можно. Ну, давай проверим, хорошо. Да ладно, прямо вот так вот. Не ожидала. Не ожидала, да? Ну что, поехали дальше, да? Да, давай. Хорошо. Номер? Номер один. Саша, хочешь попробовать? Держи, давай, я буду контролируясь. Удар, поехали. Да, смелее. Еще, еще, еще. Да подожди, 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 я сам. Я первый раз в жизни бью мобильный телефон, так вот, в прямом эфире. Дело в том, что я отвечаю только за первый конверт, который ударил. Ну, единичка, это твой. Ну, после эфира потом разберешься, хорошо. Ну что ж, поехали дальше. Номер? Четыре. Смотри, номер четыре. Я был более щитящий к телефонам. Смотри, тяжеленький такой. По-моему, это был твой. Ну что, поехали дальше. Номер? Друзья, напомню. Я думаю, что сегодня мы стараемся избавиться от осилий и депрессии. Номер один, телефон бьют. Номер шесть был. Ничего страшного. Номер шесть. Так, поехали дальше. Номер шесть. Да не бойтесь, мы так все нормально. Номер пять. Номер пять. Смотри, давай сделаем немножко проще, хорошо? Просто выбери любой конверт, какой тебе больше нравится. Не думай, смелее, выбирай. Вот это, хорошо. Номер три. Друзья, все довольно-таки просто. У нас остался один конверт, правильно? Один мобильный телефон. Да. Ну открывай, посмотрим, что тут. Похоже на твой мобильный телефон, да? Вот видишь, ты-таки ты везучий человек. Друзья, давайте проклопаем. Спасибо вам большое за участие. Проходите в зрительный зал. Артем, спасибо за эти фокусы. Эти аплодисменты тебе. Спасибо. Вы знаете, друзья, вот в топ лучших способов по версии с интернет-источников входят и спорт, и смена обстановки, и те же самые фокусы, и смена имиджа. То, что происходило сегодня у нас в студии, я думаю, окончательно всех, кто был с нами весь этот вечер на телеканале «Беларусь-4», хоть немного, но все-таки вывело и состояние хандры, и осеннего плохого настроения, ну, или подсказало какой-то способ в решении той или иной психологической проблемы. Вы знаете, я хочу от всей души поблагодарить всех гостей нашего сегодняшнего вечера. Друзья, эти аплодисменты вам. Ну, а вам, дорогие друзья, я хочу напомнить, что завтра будет снова вечер на телеканале «Беларусь-4». Он обязательно будет добрым. Также ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на наши новости и смотрите нас на телеканале «Беларусь-4». Всем удачи, всех люблю, обнимаю, удачи вам, пока. Субтитры сделал DimaTorzok